Валерий Курас 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 Холодно, а кто-то ходит с расстегнутой рубашкой, на пупке, и всю зиму так ходит, потому что разный опыт у человека, разный определенным образом, но все это в связи с материей, и так лично не соприкоснемся напрямую, косвенно, как бы через материальную энергию, ну, как понимание того, что, как Кришна говорит, все находятся во мне, мы сами определяем маршрут, куда мы летим, она в чем как бы состоит, как только у нас появляется вера в процесс, следует это желание, это желание общаться с преднами, чьи желания человек, он там охладевает ко всему, чем он занимался до этого, и это самое мягкое все бросать, резать, взрывать там какие-то свои связи, чувствуют, там у меня, там болото, весь аэродром кришне поэтому саду-санга следующий этап с преднами или с праведными преднами в это время вера, она усиливается с каждым разом ничего для Кришны не делает для преданных Кришны, которые ему так дороги, и их так мало в этом не когда наша вера покрыта, мы как на преданных все эти пакты тут в одних постоянно этот как-то такой, этот слишком шумный еще что-то, да мы вот оцениваем чувственных наслаждений пусть таких вот псевдо-духовных и поэтому вначале мы с преднами все время готовы толкаться сражаться чуть-чуть как-то но если с этими преднами такой экстаз вообще и дома, там на работе это тоже нормально как нам в третьей главе мы с вами говорили это 41 стих 3 главы в начале нужно отрегулировать чувства свои немножко отстранить их от объектов чувств иначе никогда невозможно будет победить вожделение, которое внутри нас находится оно не снег нам, так сказать подруливает оно внутри нас и поэтому нам все кажется, что нам все машут рукой оно у нас есть все и все не совсем такое здоровое оно такое агрессивное какое-то как вначале у человека полно еще уже он гремень да оно как распространялось все начинающие предные они когда шла Гуру Буджа и у нас было там изображение Шелепрупады где он с Дандой стоит на фоне такого бархата знаете, такой утемлен вот и мы кланились Шелепрупаде надо было упасть в Дандавате и вот все начинающие предные соревновались кто лучше упадет вот именно упасть как палка потому что Дандавате означает палка вы падаете просто как палка ровно и руки выставляете в самом конце поэтому многие расшибали льбы себе там, носы потому что надо было вот именно в последний момент выставить руки, чтобы не размазаться как Камбала там и в этом месте пол был проломан он держался только на линоле потому что чистые начинают и так кланялись Шелепрупаде другие так не кланялись почему-то но потом те, которые так не кланялись они все время думали как служить в Прабхупаде а остальные там немножко про джалоба занимались немножко что-то там боролись там еще что-то нормальная такая вещь вот и наоборот когда наша вера она становится крепкой естественной когда она существует не только когда мы сидим в храме а также когда где бы мы ни находились то происходит обратная вещь мы становимся внутри очень твердыми в смысле устойчивыми а снаружи очень мягкими мы можем общаться с человеком у нас непохожие разные которые нежелательные и мешают нашему вредному служению и потом приходит устойчивость а дальше все развивается очень быстро потому что когда уже нету этих сдерживающих факторов когда нас не нужно пугать тем что материальный мир и страдания для кого для кого это надо кому эти слова обращены тому кто хочет наслаждаться у кого огромные планы здесь кто хочет купить еще один участок и еще один дом построить и еще один дом построить ну обычно будет юбить страдания и дома и кого ты любишь все это все перейдут в какое-то другое состояние ты не сможешь это ссорить ты не сможешь это удержать даже удержать заметили где ваша оплата последняя ну а вот базар так давно хранение местную бася все бася ну что все оно куда-то уходит то же самое наше здоровье где оно тоже оно уходит с годами и все остальное уходит такова природа этого материального мира он временный а мы вечны поэтому нас всегда будет тянуть на поиски Кришны если нам повезло настолько что у нас появилась вечность то мы будем его искать а так мы будем его искать в каких-то псевдозаменителях да будем думать что вот это вот вот этот молодой человек это вот именно тот это вот мой инь-янь вот кому я должен посвятить и все и так далее и так далее я не говорю о том что это не нужно мы просто если это является конечной целью правильно то это ошибка души а ошибка всегда приводит к разочарованию всегда невозможно по-другому вот и так постепенно постепенно вот Господь Кришна Богородите нас ведет и мы говорили с вами в прошлый раз и в принципе вообще то что часто преданные боятся исполнять свои обязанности потому что они же сопряжены с риском погибания да или совершения греховных действий потому что нам нужно соприкасаться непонятно с чем непонятно с кем потому что там будут провоцирующие нас на чувственное наслаждение какие-то ситуации и логика нам подсказывает надо же просто убежать оттуда и тогда все будет хорошо ну ничего не будет хорошо человек может прожить вашими 40 лет а потом соприкоснуться с женщиной и подумать я 40 лет прожил зря бывает такое? расплошь и рядом такое бывает означает ли это что его привязанность она появилась тогда когда он соприкоснулся вот не повезло знаете вот 40 лет он избегал он расстреливал их своей мантры там и так далее и тут в один момент как то пока перезаряжал и тут раз все таки нарисовалась дворянка столбовая и я это снова разбитого карета только от него убежал так же не бывает означает что все привязанности они там были и мы их либо искусно не замечали либо искусно маскировали и специально создавали как бы искусственные условия для того чтобы их не видеть чтобы не работать с ними потому что работать никто хочет работать когда мы находимся в гуне невежества никто не хочет а в гуне страсти человека остановить невозможно пьет на ходу ест на ходу спит на ходу в метро они все читают книги книга это сонник называется открываешь и скрываешь срок вот поэтому исполнение обязанностей особенно когда мы пытаемся предлагать их кришне это некий такой тихая гавань в каком-то смысле некий фундамент откуда мы должны отталкиваться в конце концов если у нас есть хоть какая-то привязанность к плодам нам нужны эти плоды потому что иначе мы не сможем отречься от них невозможно отречься от того чего у вас нет кришне говорит отрекись от плодам своего труда мы отрекаемся я отрекаюсь от плодов вашего труда вашего труда вообще от себя отрекаться и жду когда мне за это что-нибудь ну это ж отречение да да нет как бы чтобы отречься надо что-то иметь чтобы что-то пожертвовать надо что-то заработать правильно и вот эти вот осознанные какие-то действия они потихонечку выводят нас на осознанный уровень бытия потому что до этого он полностью бессознатель мы просто по карме плывем в этом вот корыте треснутого думаем что это титаник а может он не титаник корыты бывают большие но он тонет в итоге всегда найдется на каждый титаник свой айсберг незаметный вот поэтому кришна и начинает с кармойоги он говорит это очень естественный процесс особенно для обусловленной души почему потому что она же она и так живет этим всем чуть-чуть поменять объект приложения усилий легко в общем-то перейти для этого нужно либо встретить чистого преданного встретить преданного и добавить еще туда знание о Кришне почему мы ему должны все посвящать почему мы свою жизнь должны ему вообще предложить почему мы должны служить и только ему пока мы не узнаем кто такой Кришна мы не сможем этого сделать это все будет просто на уровне разговора а реально я буду просто жить своей жизнью как бы ну потому что у меня есть какие-то потребности какие-то желания и прочие вещи и все а Кришна это так ну для пенсионера в лучшем случае здесь в девятой главе вот мы начали с вами изучать очень на самом деле несмотря на то что я бесконечно далеко к могуществу нас даже сравнивать невозможно и очень близко я хочу вступить с вами во взаимоотношения вот что это означает вот что означает очиньте на самом деле вступить во взаимоотношения потому что в материальном мире такого не происходит вы с кем общаетесь? с миллиардером вы ездите куда-то наверх потому что богаче вас вы же не общаетесь с бомжами да? каждый день у вас такая самба вы ездите как-то по-особому вы не вылезает отовсюду из-под мостов там везде есть вот и вы там катхата мне теперь представьте Кришна какую земную он говорит я хочу общаться с вами но вам для этого надо стать сами хозяинами своих чувств вот мы будем захлебываться женщью завистью завистью с Кришной мы не сможем разговаривать с Богом и все вот и очиньте беды беда мы говорили с вами то есть это фактически философия любви философия взаимоотношений с Богом но она также означает что она также бесконечное количество душ и тех кто считает себя необусловленными находятся на таком большом расстоянии от Бога потому что вот в этой или единстве и отличии чуть-чуть дистанцию неправильно выстраиваешь поэтому те кто сокращают дистанцию до бесконечной они называются между мной и Богом и это пришел в сознание в духовном обмороке как Сарабам Матачаре который в совершенстве знал шасты когда он увидел признаки экстаза Господь Чайтани проявил одновременно все 8 признаков экстаза в максимальной степени он подумал это невозможно потому что человек не может это проявить есть разные разные формы и обычно они проявляются в 2 или 3 3 или 4 они когда в жизни не видят все 8 в максимальной степени и он подумал вообще что такое что такое происходит и когда Господь Чайтанин пришел потому что предные его нашли перед Киртом и другие он проснулся и Сарабам Матачаре выразил ему пощение и сказал почитание было дед как Саня Симаеваде он ему сказал наму Нарайна то есть поклоняюсь Нарайне ты Нарайне один Нарайна только есть как хочешь можно поворачивать а Господь как Он его сказал и то есть все Телее, господи, читание, потому что у него там были показывать, кто это на самом деле. Поэтому если дистанция, если мы очнить обеду, обеду понимаем только как единицы, мы становимся монистами и в простонародье называется, извиняюсь, профигистами. Вот так там называется. Если вы ставите варианты различных философий, которые Господь, кстати, будет. Через несколько стихов описывать. Катвина, предхатвина, бахатхави, шватэмухам. То есть либо это вселенская форма, с которой невозможно вступить в его взаимоотношения, потому что она, Кришна, он стал маленьким и все в него были. А пока Деваке смотрел на него четверых рук, вот такого гигантского, они просто испугались с Васудем. хотели, чтобы Бог пришел, говорит, ну вот и пришел. Да нет, ну как бы, это наш сын, можешь маленьким стать. Могу. Легко. Прац, и не, и уже плачет все беззащитно совершенно. Такого уже можно любить, правильно? Проявлять какую-то заботу. Вот, и поэтому, когда очень большое расстояние, то появляется философия, например, современная, деизм. Бог, он создал все это и самоустранился куда-то, куда-то погибался вообще. Ну, он занят, там, офис очень большой, там, еще что-то. А мы тут одни, у нас тут все классно, мы делаем как один, один из вариантов. Есть много-много вариантов, тот же пантеизм, или врага Божий, и так далее. Это все попытки лишить Бога могущества, или непонимания, насколько он могущественен. Что даже когда он приходит в Адзинанте Маммудам, Манудшинтанамаши Даг, даже когда он приходит в человеческой форме, невозможно даже представить, насколько он могущественный. Хотя по форме такой же, как и мы. В этом смысл, как бы, вот этого раздела, 9 главы Багавдиты. И поэтому дальше, именно после него, Кришна начинает объяснять свои близкие отношения с преданными. Или свою пристрастность к преду. Беспристрастность ко всем остальным и пристраственность к предам. Еще одно очевидение. Вы если беспристрастны должны быть беспристрастны во всем. Кришна говорит, я ко всем остальным вообще абсолютно беспристрастные, тивный преднапрестен. И как Ачарьи объясняют это? Говорят, это же недостаток, это украшение его характера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А что-то вот так тут скачет вообще? И это, и то, что-то не то с этим во всем. И мы точно так же это воспринимаем, поэтому у нас как бы, мы думаем, а что это за независимость такая? Независимость это вот что хочу, то и делаю. А то, что это беспокоит других женщин, ну что-то. Главное, что... И дальше, то есть с 4 по 6 стих Господь описывал, как Он поддерживает этот мир. Через призма философия Чинтябеда Беда Тату. А дальше Он начинает описывать то, что уже было и в предыдущей главе, то, что Он его еще и сотворяет и уничтожает. У Сын Кунти в конце каждой калпы, сейчас как бы рождается после того, как засыпает. И тогда получается, как же материальный мир существует? Или как мы тут? Так мы на связи с Ним или не на связи? Так мы зависим от Него или не зависим от Него? И Кришна говорит, Он объясняет, как бы оттачивает наш разум в следующем стихе 9. Он объясняет, что это значит. Все происходит по воле Господа, но при этом Он занимает такое очень нейтральное положение, которое объясняется словами Досиноват. Ода Нанджая, все это никак не связывает меня, находясь в стороне от этой материальной деятельности. И остаюсь как бы не причастным к ней. Итак, воля Господа настолько могущественна, что Он управляет всем, не управляет. У нас такого опыта нет. И мы никогда это не сможем повторить. Это невозможно. Невозможно. Любой человек, у которого есть какой-то бизнес, какое-то свое дело, вы знаете. Какие бы у вас ни были там, не знаю, продавцы, инженеры, программисты, чем, что вы там занимаетесь. Если вы не приходите на работу, ваш бизнес загибает. То есть, если вы не приходите, вы хозяин. Если вы там не подправите, не подточите, не подкрутите, не исправите, все развалится. Люди хорошие, работают. Бывает же, что и не работают. А давайте возьмем идеальную ситуацию. Если вы там не участвуете, все разваливается. Кришна бросил взгляд и отстранился. И материальная природа, она проходит бесконечные циклы. Рождение, существование, потом уничтожение, потом снова. И все работает идеально, как часы. Он отстранился. И в то же самое время, Шива Парупада в комментарии говорит, родинка не шелохнется без воли Господи. Вот она, отчиньте. То есть, с одной стороны, он отстранился. Отстранился он для чего? Ну, можно несколько причин назвать. Одна из причин, потому что он занят своими вечными играми. У него нет силы или расы с материальной энергией. Другая причина в нас. Мы же не хотим его видеть. Правильно? Он же нам мешает. Это как бы у вас девушка появилась. Как вы будете с ней общаться, когда мама с папой тоже сидят за столом? Вы прямо в мавзолее сразу сидите. Ничего сказать не можете. Расслабиться не можете, потому что вдруг сейчас что-нибудь не то скажу. А когда вы на улице, на лавочке, когда уже все спят, а у вас вот такой пакет семечек и батарейки не сели в телефон, там вы совсем другое. Точно так же, если бы Кришна все время... Мы тут... Так, сейчас чуть-чуть понаслаждаюсь, а Кришна подходит в ухо вам, так знаете, абсолютно холодно, беспристрастно. Я наслаждаюсь всем. Это все мое. И даже то, что ты хочешь, и потом захочешь, это тоже мое. И ты тоже мое. Ну как это то? Что нам тут вообще делать? Просто обложили изо всех сторон. Невозможно. Поэтому Кришна, будучи Личностью... ...доставляете какие-то беспокойства. Любой чувствительный человек, он чуть-чуть отдаляется. Правильно? Ну, так же происходит. Или мы лезем, так сейчас я твоя судьба, как бы сейчас я тебя почищу. Своим присутствием, у тебя сразу произойдет какая-то реинкарнация. Нет. Так же и Кришна. Мы не хотим его видеть, он отстраняется. Но при этом, если он не будет участвовать в этом во всем, как это все будет работать здесь, в материальном мире? Как это будет работать? Мы что ли будем это поддерживать? Мы только разрушать умеем. Осквернять, разрушать, все загадить, все запачкать. Все двадцать четыре элемента, которые в тринадцатой главе будут описаны. Но с этим у нас все в порядке, тут мы мастера своего дела. Тут у нас шестой разряд. Мы не можем ничего поддержать. Нам кажется, что мы можем. Как только чуть-чуть денег появляется, мы думаем, я поддерживаю, но если не всю Вселенную, то ее маленькую часть. Потом денег нет, и мы уже сомневаемся в этом. Но если бы не воля Кришны, теперь представьте, насколько это еще одно проявление его могущества и великолепия. А будучи вездесущим, будучи тем, кто легко может это все поддерживать, при этом учитывая наши обстоятельства, он как бы прячется за курицей чуть-чуть. Но в то же самое время он рядом и он ждет. Как только мы поворачиваемся лицом к нему, он сразу же выскакивает из кустов. Знаете, как Шимати Радхарани первый раз Кришну встретил? Не можем себе такое позволить? Микрофон все равно не работает. Ну, в общем, первое ощущение любви Гопи Кришны называется Пурварага. Это когда вы... Это очень особое ощущение, осознание, когда вы... У вас есть объект, который вы любите, но у вас нет никаких надежд встретиться с ним. И вы знаете, что у вас никаких шансов нет вообще. Это все равно, что влюбиться в сам Яси. Я подожду лет двести, может быть, он передумает и станет моим Луном. И вот они все сошли с ума по Кришну. И больше всех сошла с ума с Шимати Радхарани. И вот это чувство, я его даже увидеть толком не могу никогда. Не то, что с ним встретиться. Не то, чтобы он ответил на мои чувства. Ну, у Шимати Радхарани есть две ближайшие подруги, Валита и Вишака. Валита, она старше, 27 лет. Она опытная такая девушка. И она говорит, ну сколько важно это все? Вам надо встретиться обязательно. Вот они ее готовили. Она сопротивлялась, она не соглашалась. Это невозможно, как это будет? Что я ему скажу? Ну, это же вообще неправильно, это не по коль поле. И все веды там прожужжало, ведами ее все уши. Мы ее подготовили, одели, накрасили и все. И вот они нашли место, где Кришна возвращается с коровами, с пастбища. Но еще не вошел в Риндаван. Потому что мама Ишода и нам дому прачи, другие Агопы и Егоры. Они же не могли вынести разлуку с Кришной ни мгновения. Поэтому они не ждали, когда он домой придет. Они все выходили, буквально вываливали во вся деревне на окраину, чтобы встретить Кришну с Бавара. И поэтому нужно было найти такое место, где вот они еще не пришли, но в то же самое время это не очень далеко, потому что уйти далеко, это что же? Хватится там дома. Жатила, Кутила, они все время у меня как-то... Они все ищут, все выглядывают, передают там. И вот они просто так сидят и приближаются. Это пыльное облако Кришна возвращается. В экстазе со своими друзьями. И они говорят, вот сейчас Малисик, надо выходить. Надо выйти, как бы сразить его своей красотой, там не знаю, своим чувством юмора, еще чем-то таким. Она не пойдула, она в последний момент, как все женщины, два задних. Вот почему мужчина должен быть рядом. Потому что мужчина принимает решение. Женщина говорит, может это платье, может то, вообще уже никакое не хочу. Мне это нравится, а то мне уже ничего не нравится. Он говорит, это. Она говорит, ты мой папа. Выбрал. И вот она говорит, я не пойду, все, я не пойду. Она там спряталась, мы просто вытолкнули ее. И она прямо задом или боком вот так вот врезалась в Кришну. Это вот была первая встреча, представляете? Столько готовится на конкурс, там на это. И тут вы в таком вот виде, знаете, вот просто из кустов вас выталкивают. Вы хотите обратно, вас оттуда выталкивают. И вы вот так вот в Кришну удаляетесь. Представьте себе сцену. Вы сразили его точно. Только не так, как хотели. Невозможно вообще. И Баларама сразу же тактично убьем всех пастушков чуть-чуть в сторону. Потому что у них баба чуть-чуть другая, а они девчонок не любят. Они с ними сражаются, соревнуются там постоянно. И там друг друга наказывают. Знаете, как Матху Мангала там поймали Гоби. Там привязали его за Шикху и закормили, облили йогуртом. Там где-то есть даже дерево. И Кришну когда увидели, они думали, Боже мой, что с тобой сделать? Эти изверги в емках. И они сказали, сейчас мы их накажем. Они собрали кучу пастушков, такую нормальную армию. Взяли там свои эти рожки, вот это вот все. Пошли туда разбираться. И Гоби тоже свистнули Гоби. Когда пришло несколько миллиардов Гоби. Они так дюру давали. Кришна, его пятки только сверкали вообще. Потому что они увидели, как они настроены. Серьезно эти Гоби. Матху Мангала оторвали с этого дерева и потащили с собой. Это то, что Кришна и то, от чего Кришна не может отвлечься. Но тем не менее, так как он является Верховным Господом, в то же самое время, через свои экспансии. В частности, через Параматма. Он участвует во всем том, что происходит в материальном мире. И вот Параматма имеет такое ощущение, что их труднее всего. Потому что видит вот это вот наше все бытие, так скажем, мягко. Представляете, вообще вот смотреть в оба глаза на вот это вот, на нашу Чиритамрику. Знаете, есть Чиритания, Чиритамрита. Слово Чара означает буквально ноги. Чаран значит слуга, лотосный стоп, Нитянады. Чара означает ходилки буквально. Чиритамрита означает буквально похождение или жизнеописание какой-то великой личности. Вот у нас тут мы тоже пишем свою Чиритамрику. И вот этот вот Параматма должна вот это все читать. Я поэт зову смешно, отменял. А некоторые даже стихи не пишут. И вот она должна все это слушать, все это смотреть. И при этом очень беспристрастно организовывать для нас вот этот весь наш быт. Я думаю, это же мы организовываем, правильно? Не только для себя, а даже для других можем что организовать. А это все Параматма делает вместе с материальной природой. Материальная природа у него вот такие мозги на руках. Огроменные. Сколько ей надо всего сделать, чтобы для нас вот это все организовать. Потому что у нас идея появилась. Посетила нас умная мысль. И теперь весь мир должен, как говорится, трансформироваться, как кубик Рубик. Материальная природа, она вот это все Параматма говорит, нет. Вот до сих пор делать, дальше уже все. Он не заслужит дальше. Покармив не положит. В уме он, конечно, хочет, чтобы жена была дворянкой столбовой. Но и заслужит он только старушку, рыбачку. Поэтому вот корыто, вот хижина, вот берег моря, сети и все прочее, это нормально. А выше этого только в уме. Поэтому жена деда, она побыла дворянкой столбовой, но совсем недолго. Так же, как в уме. В уме мы себе рисуем непонятно что. Но потом приходит что-то другое, или реальность стучит к нам. Наши близкие стучат там. Извините, что мы отвлекаем ваше преосвященство. Не могли бы вы помыть полы или посуды? И преосвященство должно немного приспуститься, сдуться и идти мыть полы. Ничего не работает. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им не ведома моя духовная природа, Верховного Повелителя Всего Сущего. Ватсала Пробова, он очень интересный пример приводит, объясняющий вот эту ситуацию. Он выполняет. И вот у них там тоже своя вселенная. Желудок он такой тоже кругловатый. И там своя вселенная этих живых существ. И сверху им постоянно, как говорится, манна небесная приходит. То водичка. И все пьют в экстазе. Покушать все время приходит тепленькое такое. И они думают, вот небо вот такое, оно хоть и темное, как у нас, кстати, тоже, но очень такое милостивое. Иногда алкоголь, и все пьяные танцуют там эти микробы. И они в экстазе там, и они все оттуда, они поклоняются вот этому небу. И все у них там хорошо, все они оттуда получают. Теперь представьте, попадает туда еще один такой же микроб маленький. И говорит, это я вам все давал. Такой же, как они, вот их там миллиарды. Приходит к Кришна в форме человек и говорит, это я вам все даю. Я говорю, вроде алкоголь не падал в последние несколько дней. Ты, то мы тебя вообще первый раз видим. Мы тут, у нас тут все устроено, у нас тут все это. И небо нам посылает. И когда кто-то из этих миллиардов говорит, это я. Ну так скромно как бы. Как в этом фильме, царь. Просто царь, да. А Кришна еще крошит, скажет, просто Бог. Приходит маленький такой. Просто Бог. Чувствуете, как трудно. Ну если бы, конечно, у нас была вера, было бы знание о нем, было бы гораздо легче, да. А если этого нету, а если наоборот невежество, которое выражается в том, что нам кажется, что мы что-то такое особенное знаем. Труднее. Гораздо легче прийти к Богу, человеку такому бесхистеростному, невинному, да, такому в невежестве даже. Чем человеку, который думает, что нам много всего. Ведь он же маленький, мы же помним, как он нам домогараж говорит. А ну-ка принеси, сыночек мои сардали. И Кришна подходит, они тяжелые такие, потому что он маленький, еще складочки везде. А эти сардали, знаете, как штангу на голову ставит, шатается весь и несет. И все смеются, аплодируют и их ставят. Ну маленький, это же наш Кришна. Нам домогаража Кришне не поклоняется, он же килограмма шире поклоняется. Вот кто Бог. Это мой сын. Никогда там кто-то, где-то там что-то намекает, мне говорят, да ладно, но быть такого не может. То есть, если бы я его, он когда молнии, я его брал с собой на паспорте, как только дождь и молнии начинали грымить, он сжимался в меня, храпался в меня, и мне надо было быстро его относить обратно, и потом бежать коров собирать, потому что коровы тоже боятся молнии, они разбегаются, разбредаются. Вот Кришна, он в совершенстве может играть любую роль. И не играть как актер, знаете, как актер выходит такой. Ну вот уже сто восьмой раз он выступает одну и ту же роль вообще. Он уже не может ее говорить уже просто. Эти зрители его раздражают. Чего они все время сюда идут? Ну деньги, ну просто потому что он выходит уже и такой, я уже так небрежно как попала. Уже все понимают, что-то с этим, с Утелло что-то случилось. Без Демона еще вроде ничего. А Утелло сдал очень сильно за четыре месяца гастроли. Нет, Кришна идеально играет эту роль. Причем он не играет ее как актер, а он таковыми и является. Это не так, что он смертен на часы в двадцать восьмой день Брахмана. Вот вообще. Обещал или подписался где-то, надо идти в материальный мир там что-то сыграть. Ну сколько можно? Опять в тюрьме рождается. В холодной. Опять вот это вот все, вот этих быков убивать, этих коней. Змеи вот этих всех. Этого калию душить. Нет, там как стадия вообще. Йога Майя покрывает Кришну как бы энергией любви. Она могущественнее даже чем знание. Так же как чувство могущественнее сейчас нашего интеллекта. Заметили? Интеллект говорит, да не надо. А мы говорим, да, пронесет. Потому что очень хочется. Да не надо есть еще одну порцию просады. Ну нормально уже. Уже там миллиарды этих, они довольны. А то они там утонуты. Вкусные очень надо. Вдруг завтра такой вкусный не будет. Кришна играет. И поэтому глупцы, тут говорится, смеются, когда я прихожу в образе человека. Они не понимают, что происходит. Они не могут понять мою природу, повелителя всего сущего. Поэтому помните, что Кришна, когда Он устанавливал обряд поклонения холму Гавардхана, то Он проявился как Гавардхана, огромное существо. Правильно? Для чего? Чтобы у всех в головах появилось желание склониться, да? Смотрите-ка, они говорили, какой Он огромный все. Посмотрите, у Него корона, она прямо в облака упирается. Вот это круто! Если бы они просто холму поклонялись, буквально через год бы все уже засомневались. А нужно ли проводить вторую Гавардхана Пуджу? Что-то Кришна нам тогда заподрил мозги, мы как-то вот поддались. Но когда Кришна, я лично с Него сказал, смотрите какой. Я ему все это сделал, в экстазии вообще. Потому что это был Его аргумент в пользу Гавардхана Пуджи. Вы, Индре, сколько поклоняетесь? О, мы тысячелетия, мы с поколения в поколение поклоняемся, Индре. А Индр хоть кто-нибудь видел? А он хоть раз ответил на ваше поклонение? Понимаете? А Гавардхан ответил сразу. Взял и съел все, что ему предложили. Потом еще и вернул, как Маха Прасад. И все про Индру сразу забыли. И Кришна приходит. Он приходит к нам в форме человека. Это для чего? Для того, чтобы нас вдохновить. Чтобы позвать. Правильно? А пришел бы он, как Гавардхан, сейчас такой выходил. Земля трясется. Полюбите меня. И все разбегаются. Прячутся. Кто в сток сена. Кто в подвал. Благо хоть огурчиков завернул. Хоть будет что есть. Могу продержаться там какое-то время. Пока вот это вот не пройдет. А он приходит. Он приходит, как мы. Потому что, чтобы позвать нас. Он говорит, я нуждаюсь в вас. Я жажду отношений с вами. А вы общаетесь сейчас со столбами. Развиваете отношения с мертвой материей. Пытаетесь его сживить. Это был комментарий к одиннадцатому стиху. Спасибо, Бацану, за яркий пример. И что же случается с теми, кто нас смехал. Рассказывается в следующем двенадцатом стихе. Заблудшие и избитые с толку. Они придерживаются демонических безбожных взглядов. Причем, обратите внимание. Какое слово употребляет Кришна. Ракшаса. Это означает, что когда человек Существо вам Абсолютное, бесконечное. И потому их надежды на освобождение никогда не сбывали. Абсолютное, бесконечное. То есть, что здесь Господь перечислил. Одни люди хотят преуспеть. Другие хотят знания приобрести. Овидье. Кто-то хочет освобождение получить. Не сбывается никогда. Потому что Кришна дает нам все. И на пути. 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 Только потому, что там есть какие-то элементы Бхакти. А значит, там есть Кришна. Очень близкая. Если можно так сказать, ранимая личность. Он говорит. В отношении. В таком ему настроении. И он говорит. Невозможно без меня вот это все получить. Все на что люди имеют. И очень легко все это получить. И очень легко все это получить. Что-то из своих энергий он дает легко. Себя дает он. Очень-очень редко. И не потому, что он жадный. А потому, что он никому не нужен. И у вас иногда такие мысли. Сидите, говорим. Да. Мы называем это сердцевиной. И вдруг вы понимаете. Я сам посидел. У меня тут какие-то мои маленькие местечковые дела. Какие-то проблемы. Я их тут решаю как-то. У меня тут какие-то мои маленькие местечковые дела. Мы хоть чадами сейчас упрыгнем. И все говорит. Как брат. Как сестра. Как угодно. Он приходит. И зовет нас. Он говорит. Как этот Браман. Который много дому не пришел. Получив бумагу. На куху попадет. И Браман ну что сказал. Хороший ноис. Но сейчас вот никак. У меня сын Балван. Я его выращу и все. Ну ладно. Я буду пока в Раю там. По Харинанде. Прилетает. Сын вырос. Ну что вырос? Вырос. Ну пошли. Ну ты же знаешь как ом. Бессмысленная жизнь без жены. Ну ладно. А, внука ждут. Дай мне хоть перед смертью одним глазом. Взглянул, приходит, ну что взглянул, взглянул, взгляд оторвать не могу. И мол, болван, если я его не воспитаю, своего внука, то на одного болвана больше будет, как бы, ну, это же неправильно. Это же против дхармы, ну хорошо воспитал. А потом приходит, потом смотрит, а он там гоняется за обезьянами. Я это все построил. Посмотри, как мой сын себя ведет, он же вообще не понимает. Я это все строил, это моя мебель, мои деньги, моя земля, моего это. Впротивовес никак, никоим образом. Есть те, кто Кришну принимают, и поэтому он... ...свободный от заблуждений. Великие души находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью. ...изначально и неистощимы. ...энергии. А у нас было в 25-м стихе 7-й главы. Нахан Бакаша, Сарвася, Йога Майя, Салаврита. Я не являю себя глупцами, невеждам, потому что Йога Майя скрывает... ...таже Йога Майя открывает меня тем, кому я нужен, моим преданным. И поэтому они великие Махатмы, потому что... ...и чем же эти Махатмы занимаются, потому что в Кали-Югу некоторые личности готовы назвать себя кем угодно, лишь бы как-то... ...энергии. ...это следующий стих для Махатмы. ...неустанно прославляя меня, служанной с великой решимостью, падая неф... ...это следующий стих для Махатмы и преданности. По-моему, этот стих наизусть нужно будет, нет? Давайте вместе его прочитаем. Что же нужно такого сделать, чтобы иметь столько решимости и энтузиазма, всегда думать о Кришне, говорить о Кришне, слушать о Кришне, служить Кришне? Как они вообще... Для того, чтобы это увидеть, нужно захотеть это увидеть очень сильно. И сейчас вам иногда не очень хочется это видеть по одной простой причине, потому что... ...действующих. ...показываю всем. ...занимать положение следи Бога, как бы того, кто как бы... ...не чемпион. Для пословной души абсолютно невыносимо. Но для свободной души, которая нашла прибежище... ...то есть они делают это легко, естественно, они остановиться не могут. Мы сейчас учимся делать... ...что это наш долг. Это нормально. Но в какой-то момент... ...то есть.. ...свотчика нет и быть не может. Когда он единственный... Продолжение следует... 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 Причастивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только невожителям. На экзаменах, поэтому эти стихи нужно просмотреть. Отлично, предные всегда, когда пишут эсэ, они ругают глубоко, тут страшно. Нужно сказать, что это авторитетный метод, что они, в общем-то, слуги Бога здесь, очень возвышенные, поэтому Господь им доверен. А потом можно ругать уже, как хотите, но в смысле, как Господь их тут ругал, так можно их поругать. Это была подсказка. Потом нужно перейти на пакте, потому что, если вы пакте туда не добавили, то это все плохое вообще, все, что было написано. Я очень уважаю Бога Бога, но еще больше не уважаю Кришну. Дальше и надежды, тут говорится, попасть в райские планеты, что с ними происходит. Изведу райских уроков, которые находятся на бренную землю. Так те, кто следует законам трех ветра, ради удовлетворения собственных членов. ...рождение и смерти. То есть фактически... ...энергии хотим что-то получить, мы ничего не приобретаем. Потому что материальная энергия, энергия, раз, не принадлежит нам. Два, временная. ...наши. Оно просто и ушло по воле проведения куда-то. И самое главное, что до тех пор... ...сделаем Ивет, как минимум Гьяна Канды, да? Как минимум знания, которые дают некоторый налет отрешенности в сознании. А Луна... ...в этом круговороте. Он все время стремится... Смотрите, люди сейчас куда стремятся? Благочестия у нас уже нету, да? Поэтому понятно, что у нас туда никто... ...настанет. ...сами туда долетели. Ну, мы сейчас пока фотоаппараты вам посылаем туда. Посмотрим. А потом мы сами туда прилетели. Они там смеются. И двадцать... ...он уже описал, да? Своё отношение к имперсоналистам, к тем, кто поклоняется твоим богам, к тем, кто поклоняется... ...как он не обретает или не обретает различные плоды, которые им нужны благодаря этим методам поклонения. А здесь он говорит своё отношение к преданным и как преданные существуют в этом мире. Говорит, как мы всё получаем. Тут надо, как говорится, проснуться. Но тем, кто всегда поклоняется мне с непоголюбимой преданностью, сосредоточив свой ум на моём... ...и сохраняя всё... ...и... 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 ...я даю то, чего у них нет, и сохраняю всё, чем они владеют. Видно, и задумались. И что жать? Ничего нету. Осталась голая вера. Прямой телефон к президенту. Просто набираете «Алло, президент». Ну, мы ждали. Тот, у кого есть вера, у него есть связь с Кришной. Прямая. Вот эти вот остальных ребят, которые до этого были описаны, у них есть всякие идеи по поводу того, как куда-то приблизиться, ещё что-то такое. Кришна им даёт возможность как-то, ну, поиграть в это... Он говорит, «Сохраняя всё, что нужно, это означает, что всё, что не нужно, забираю». Это плохая новость. У нас же юг Тавайраке. Мы же всё можем задействовать. Кришна говорит, сможешь задействовать. «Забираю всё, кроме веры». «Кришна не забирает то, что подарил». И тут всё началось, связался с этим Кришном. В значительной степени обезличенный. Горячая вера означает энтузиазм или решимость. Он говорит, что такой человек очень быстро достигает. У меня всегда есть энтузиазм и решимость служить. Вот такие же, как в первые дни. Снимать первые дни. Они самые лучшие. Там, где мы реально служим, где мы реально в восторге от этого. Таких глаз больше не увидишь никогда. Дальше уже начинается вот это. Нес, нес, но похоже другим. Не менее донес. Эти слова, что значит сам приношу к жене этого Брамана и принес им все. Горячу тебя так, что ты так корчишься от боли. Это мой Браманеночек. Как он мог? Он может пришел, он говорит, что ты делаешь вообще? Смотри, что ты сделал с человеком, он тебе все принял. Кришна сам. Кришна, да, вспоминаю. Лива, когда был недолго Богом со своими преднами. Да? Потому что он всегда был преданным. Играла роль преданным. Но иногда он был. Мусульмане хотели убить тебя, всю твою семью. Кому? Харидас есть. Нет, нет. Харидас же не семейный был человек. И ты боял. Лодка, лодочник ночью, представляете? Какая-то лодочка, прям там, где мы к берегу Ганги сбегали. Я был этим лодочником. Харидас, ты помнишь, как тебя били на 22 площадях, и ты не чувствовал, что ты не чувствовал свою спину. И я тебе закрыл свою спину, и поэтому они били меня. Это оно означает. Йогу-кшэйна-бла-хан-на-хан. Он установил. И тут у всех ушло, а мне пришло. И мы думаем, это же я все сделал, правильно? Потому что я был вычистил. Кришна говорит, это я. Ведах не понимал тебя, мучил этот вопрос. И потом вдруг ты нашел, а ты видел. Это я. Был этот ответ. И каждому он сказал. Потом калавича Швидхара принесли в обмороке. Потому что когда они пришли, его переполняли. его прям взяли за руки, за ноги, потому что он был в глубоком экстазе. Не знаете вообще, что делать. Вас послали за преданным. Преданным в экстазе лежит, а Господь его ждет. Вот что делать? Там ждать, махать веерами или что? В обморочном состоянии. И так Кришна отвечает реально. Вопрос за нами. И все для нас устраивает. Нам, в принципе, и по карме ничего так. Сам себе принес, стук украл, там потянул, там плохо лежало. Там колхозное, значит, ничье. Остановимся. Не хочу протягивать. Есть у нас еще 5 минут. Есть ли какие-то стихи? Хотя стихи непростые, на самом деле. Особенно с 4 по 10. Нужно стиху перед ведущим разделом. Далее. Бездействие действует и действует бездействие. Когда человек, у которого есть связь с материальной энергией, он просто ничего не делает, это значит, что он работает на конкоморах, и там какой-то уровень обязательно заставит нас действовать снова. То есть, если человек отстранился с материальной энергией, мы некоторые много раз отрекались от семьи и потом снова заводили новую семью. Правильно? Потому что вопрос же не в том, хорошо нам там или плохо. Вопрос в том, мы как-то не прошли. Поэтому, в первую очередь, если ты сейчас убежишь в лес, на самом деле ты не сможешь свою обусловленную природу. Ты будешь сражаться. А с другой стороны, Господь говорит, даже бездействие в действии. Когда человек действует, он сказал об этом, чтобы показать пример остальным. У него нет пример других. Потому что яд яда чарати шариштхаас, потому что все смотрят на лето. И поэтому человек активно очень действует, при этом никакой кармы не зарабатывает. Внутреннее состояние сознания. Карма же не зарабатывается просто от какой бы то ни было. Чем более оно эгоистичное, тем более тяжелая карма. Чем менее оно эгоистичное, тем более легкая карма. Если оно вообще... Он действует, выполняет бесконечное количество всевозможных форм предного служения. В этом как бы основной смысл. Он имитирует себя таким человеком, как... Если его знания, они действуют. То есть это карма. Да, да. В этом смысле. В этом смысле. В том, что группный уровень, это же крайняя форма утия. Все вначале происходит на тонком плане, а потом оно трансформируется на грубом плане. Поэтому когда... Это очень простой принцип. Если у нас есть что-то, желание... Чехов или Тургенов... Ждет желание, оно выстрелит. Даже если мы сейчас ничего не делаем, даже если мы переоденемся в шафран, даже если вы найдете меня в лесу... Кощей. Здесь уже никто не позарится на такое. Но там найдется добрая душа. Или злая. То есть, да, в этом смысл. Пока у нас есть материальные желания, это... Он должен следовать во наше. Если материальных желаний нету, тогда уже появляются варианты. Можете отречься, можете быть меропекшей, вообще-то... Победовать, спасать весь мир. Все что угодно можете делать. Но до тех пор, пока есть материальные желания, человек должен восполнять свой долг в системе Варны Ашин. Потому что материальные... Для того, чтобы ее очистить, ее нужно занять конкретно, определенной деятельностью, приняв на себя конкретные совершенно обязанности. То есть у нас, как мы уже говорили, у нас есть обусловная природа, есть наша изначальная, вечная, чистая природа. И мы пытаемся... На материальную природу... И говорить... Нет тебя, нет тебя. А я знаю, что я есть. Даже если для вас, может быть, меня нет, но я есть. Вот материальные природы тоже. Нет тебя, нет тебя, черт тебя. Правильно. То есть мы пытаемся душу разбудить, чтобы она начала активно заниматься служением, чистым и так далее. Но сложность заключается в том, что если мы не можем... ...в нашем незаконном браке с материальной энергией. Но сложность заключается в том, что если мы не можем это сделать... Все мосты сожгли. А здесь мы не можем. Куда деваться? Куда деваться, кроме как стать лицемером, притворщиком, да? Псевдо-трансценденталистом, псевдо-сценденталистом. Митхи, значит, фальшивый. Фальшивое поведение. Митхи, айчар. Мошенник, иначе говоря. Поэтому... Вот, так что... ...на духовную природу, потенциально... ...на духовную природу, ей тоже нужно уделить какое-то внимание. Ну, уделяем такое вот, чтобы как бы не сойти с ума. И все. Спасибо вам за ваши коллеги. И вы милостите нам вчера антрабуки? Да!